Всем доброе утро, ребята! Доброе утро! У нас завтрак. Ой, собака стоит. Суслики. Нельзя убери руки со стола. Руки мыли. Альма, не наглей. Мы с завтраком, Сергей уже завтракал без нас. А мы с Леной на завтрак едим. Лена, кусочек пиццы. А у меня вермишель. Вермишелька с котлеткой. Такой завтрак, да? Собачачина. Собачачина. Ой, ой, хорошо чесать попку. Хорошо, хорошо. О-о-о! Можно кисю погрызть. Все, столкнулась. Столкнулась кошка. Обед, обед. Мы с Леночкой садимся обедать. Сергей не хочет по-прежнему. Мы кушаем суп куриный с лапшой. Хлеб, сало, все как полагается. Альма кушает. Ой, Альма. Ласа там на подоконнике за шторами кушает. Альма вот тут, вон там внизу кушает в своей тарелочке. Короче, все хрустят, чавкают. И мы сядем почавкаем. Так, ребятки. Что, у нас уже, вот и день почти прошел. Четыре часа дня. Да, уже, считай, обед прошел. Ну, у нас его и не было еще, да? Не, мы с Леной обедали. Это ты у нас обычно голодаешь. Заспался, блин. Ну, я вроде последние эти самые. Отболел уже, сейчас хоть выспаться. Короче, сил нема, да? Да. Сил наберусь. Мы с Леной суп покушали. Вот, а теперь уже и ужин готовить. Я вроде готовлю, готовлю. Не, ну там есть суп, но как-то мы с Леной на обед ели. Уже на ужин неохота, например, суп есть. Поэтому руки тянутся что-то приготовить, ребята. Готовлю я, разморозила. Как хорошо, с помощью микроволновки этот самый. Справляется с любым продуктом. Будь то фарш или мясо, курица. У меня есть в микроволновке функция разморозка. И причем разные градусы. Есть функция разморозка именно мяса, отдельная разморозка рыбы, отдельно фрукты и хлеб. Но я, ну, уже приноровилась к ней за много лет, к этой микроволновке. Если я размораживаю на функции мясо, то слишком много градусов дает. И мясо прям иногда, если надолго его ставить, оно бывает прям сварено, ну, варится по краям. Ну, слишком большая температура. И я выпасла на режиме ягоды, именно разморозка ягоды или фрукты. Сейчас скажу, где-то тут разморозка. Фрукты, фрукты, да. На разморозке фрукты я размораживаю мясо, курицу, рыбу. Оно там минимальная температура и оно чисто вот именно размораживается. Не припекается, не варится, ничего. И так удобно, раз, разморозила и все. Что готовлю? Что в голову пришло, ребята? Мясо есть, картошку начистила. Сделаю тушеную картошку с луком, с морковью. И побольше жидкости туда дам, чтобы типа как в подливочке она была, поняли, да? Так, этот жир. Ласа, будешь жир? На, съешь, пожалуйста. Мне жарко выкидывать, выбрасывай. Так, сковородка у меня греется. Вон тут и сковородки не видно. С этой камерой захват у нее не такой, какой хотелось бы. И что-то я такая яркая-яркая. Мы сейчас немножко меня, оп, приглушим. Приглушим, мать. Приглушите вашу мать. Что, что? А, вчера этот самый, я же отправляла посылку, бегала с Шаповаловым. Надо было уточнить, на какое отделение, потому что у нас-то город маленький. Даже если не на то отделение вдруг отправил, у нас все равно идти, ну, доступность, шаговой доступности. А у них-то город большой, я переживаю, чтобы не на то отделение. И, короче, я с почты стою, сзади меня очередь, человек там, не знаю, 10, по многое же не пускают. И я встаю, звоню, думаю, Оля, возьми трубку, возьми. И она так не взяла, но я отправила на свой страхерист на отделение, с которого они отправляли. Ну, думаю, нормально, раз они с тобой отправляли, значит... Ну, да, да, значит, удобно. Да, отправили. И потом вечером, короче, звоним им, да, трубку не берут. Я такие, так, что случилось? А потом, думаю, так, а я сегодня не заходила на канал, что там за видео вышло. Захожу на канал, видео нет. Все, у нас паника, короче, блин, что такое. Давай Коле звонить. Коля трубку не берет. Все, у меня и мурашки, и все на свете, я хожу все места. Сергей говорит, да успокойся, просто, может, они там, или вышли куда-то в огород, все нормально. У меня аж ажиотаж сразу. Думаю, так, куда еще позвонить? Девчонок номера у меня нету. Куда позвонить? Надя, у меня Надя. Ну, Стас и Надя. Привет, вам большое, если смотрите этот самый. Думаю, Надя номер есть, я Наде. У Нади телефон отключен. Я, ё-моё, потом через время звоню Наде. О, взяла трубку. Я говорю, не знаю, что ты, где наши повалники? Да все нормально, сегодня Стас разговаривал, типа, с Колей, все нормально. Я говорю, если дозвоните, скажите, чтобы прозвонили. Короче, связались, слава богу, все нормально. Может, это ж, чтобы уж и повалок видео не вышло, это ж нонсенс. Сразу ж все переживают, ничего ли не случилось. Понимаете? Все нормально, они вчера катались, утром уехали. Я же говорю, это только не дала, рассказывала. Предновогодний ажиотаж, беготня у всех, наверное. Подарки купи, продукты купи, там еще что-то. А потом женщины начинают ногти, ресницы, брови, татуажи, макияжи, короче, стрижки, всякое такое. Тоже надо, да? И беготня. Они вчера с утра уехали и поздно вечером вернулись. Думаю, слава богу, сейчас все хорошо. О, так, сковород. А чем я на то отделение отправила, мам? Какое было? Тоже, с которым они отправляли. Ну правильно. Потому что Кривой Рог, город-то побольше. Думаю, вообще, это же самый длинный, Кривой Рог, самый длинный город у нас. Я не помню, 180 километров, что ли, длинного. В Украине самый длинный? Да, в Европе. В Европе? Да. Да? Да. Прикиньте. Я тоже думаю, что-то, наверное, не в Украине, в Тану, в Европе, да? Ну, по-моему, в Европе, но не в мире, по-моему. Опять же. А ну, сейчас подожди. Не, давно просто. Кривой Рог, самый длинный город. Самый длинный город. Согласно источнику СК Индострах, Кривой Рог, его протяженность составляет 126 километров. Он является самым узким из всех протяженных городов мира. Известная легенда гласит, что запорожский казак Рог, раненый и прозванный Кривым Рогом, оставил военную службу и поселился у слияния Саксагани с Ингульцом. Самый узкий в мире город. Ну, из самых длинных. Из самых протяженных, из самых длинных, он самый узкий. Да, получается? Ну, это ладно. Пять самых протяженных городов мира. Вот у меня что-то, интересно. Хоть узнать, ребята. Сейчас, дайте я с вами поговорю, сейчас мясо на сковородку кину и всё. И вот меня не слышно будет. Так, самые протяженные. На первом месте, знаешь какой? Какой? Мехико. Его территория, почему у меня не полностью экран? Ну, это здоровый город. Там и людей дофига. Это, а что в ширине? Сейчас, сейчас, сейчас. Потом идёт Сочи, 145 километров. Мехико 200 километров. Сочи 145. И на третьем месте Кривой Рог, 126. Но он зато самый узкий из всех протяженных островов. В Сочи какой длинный город, да? 145. По береговой линии Чёрного моря около 145 километров. Но я был в Сочи, правда, в детстве. А потом на четвёртом идёт Пекин, 107 в длину. Потом Токио в Японии. Надо же, в двух городах, значит, я был. В Львом Роге и в Сочи. В них и в самых длинных, да? Так, ребята, я кидаю что? Мясо сейчас будет шипеть. И мы уже с вами не поговорим, короче. Вот что делать? Это естественный процесс. Ну что, я пока включусь нерадолго. Так, ребята, уже вроде и так громко. Сейчас я добавлю лук, морковь. Они холодненькие. И они должны приглушить немножко. Приглушить звук. С этой мешанок у нас станет потише. Немножко. Видите, опять бабахает много моркови, много лука. Потому что так вкуснее. О, более тише стало, да? Я хотела ещё сказать, что вообще с Ютубом у нас стало гораздо больше друзей. Да, пап? Да, да. И такие настоящие друзья, да? И в лице, как оказалось, среди блогеров тоже. Никогда не думали, да, что мы так вот с каким-то будем дружить. То есть всё, и в лице блогера, да, вы знаете, с кем мы общаемся. Канал Коля Оля Шаповалова, папин Движ. Вот. И стараемся друг друга, не стараемся, а всегда друг друга поддерживаем. Пальма выгрызает. Находится на свете. И проволоки грызёт. И диван, короче, угол дивана. Она каким-то образом вытащила ниточку, висит оттуда кусок, то ли ткани, то ли нитки. И она продолжает дальше разгрызать. Мне пришлось взять ножницами там обрезать, чтобы она не так оно её манила. Мы её маним. Это всё погрызло. Всё погрызло. Это просто капец. И наказываем. И иногда даже этот самый, приходится там по жопе ей дать. Ну а как, если она не понимает. Нет. Когда она перенастёт, я не знаю. Да никогда. Ты что? Ну я где-то там вдалеке в мозгах, у меня, я это понимаю. Мне не хочется верить. Ну может быть, и я этот самый. Она не глупая собака. Если я ей говорю, неси своё колёсико, игрушку. Она несёт его. Колёсико, неси, Альма. Альма. Колёсик, колёсик. Где его колёсико? Неси бублик колёсико. Ищи. Неси. Неси колёсико. Неси. Таниман еды у меня. Иди ищи, ищи. Где, 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 где. Ищи колёсико, неси. Где колёсико? Неси. Иди ищи. Она приносит свою игрушку, которую попросишь и так далее. Это же понимает. Я себе говорю, Альма, пошли кушать кашу. Она тут как тут. Она же понимает. Но почему она не понимает, когда игры нельзя грызть? Как ей это? Голову вбить, я не знаю. Углы погрызла, вон, делали. Ремонт, блин. Блин, куста пришлось некоторые поснимать, потому что она их сама лично снимает. Углы, да, и переходники между блинтусами тоже в Ульхайдоре поснимала, потому что всё разрезают. Я его надеваю, она тут же за мной бежит и смотрит, что я ушла. И тут же блинтус отковыривает, снимает. Оно же всё при этот самый прищёлкивается. Это капец какой-то собака. Силкунчик. Так что, Маль, всё будет падём-то погрызла, потому что собака есть. Ну и что? Нет, надо стараться. Ну, отключать её. Стараться, ребята. Стараемся. Да, Аня. Ой, Господи, мой смотри. Кроме с тобой делать, собаки. Ой. Обидно, конечно, что к маме не идём на Новый год, ребята. Да, ну. Ну, болячками, болезнами. Так получилось, да. Да. У нас две болячки подряд, я говорю, простудные. Да, какие-то один раз заболели. А у меня три. То есть спина вначале, потом простудная, потом подряд прям. Месяц или больше. Какие-то, блин, больные люди. Какая-то дурдом какая-то, да, какая-то пигня. Это высоко прошлый год. Наверное, не знаю. Так, всё, бабахнем картошку. Так что Новый год будем сами, вкусами посидим за столом. Да мы и тот самый. Я целый, я по рынкам бегаю, по магазинам бегаю, этот самый. Потом целый день готовлю. А потом за праздничным столом мы сидим 15 минут. 15 минут и всё застолье закончилось. Ну, мне нельзя выходить в жилья. Ну, да. Сказали, что нельзя, там какие-то штрафы предусмотреть. Потому что за столом люди сидят, выпивают, и всё. А мы сидим, не пьём, поэтому мы, видишь, выпивают, закусывают. А мы 15 минут быстро поели и всё в холодильник убрали. Так у нас на всех праздниках, когда я приняла. Потому что привыкли на халкурах. Да. Быстро поел, скачал и побежал опять работать. Короче, вот так у нас праздник. Так, вот так у нас праздник происходит. Печалька. Что, картошку добавила. Сейчас немножко она, как бы, ну, прогреется, прожарится. И тогда я добавлю, ребята, специи. Буквально чайную ложку томатной пасты. Сильно много, но не хочу. Специи, соль, перец, лавровый лист. В водички добавлю. Крышкой накрываю на средний огонь. И минут 20-25 она будет готовиться. И должно очень вкусненько получиться. Сейчас я вам покажу. Вот такая, ребята, картошечка. Видите, красивая. Все это будет тушиться. Может, крупноватая? Нет, нормально. Чего-то крупновато порезала. Нормалек. Вот такой и будет ужин. Есть у нас с лечо, аджейка. Что-нибудь откроем или помидорки. И так и будет. Альмак. Вот так она постоянно. Кусачая собака. Да, грызет руку. Вкусно. Вкусно. Ням-нямушка. А что ж, Костя не покупают. Хоть руки погрызть. Стоит только обратить внимание. Все, она подбежала и начинает. Сядь, суслика сделай. Попроси мне суслика. Суслик. 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 Нет, суслик. 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 Попрыгушка. Попрыгушка. Транкатушка. Транкатушка. Попрыгушка. Ты собачера моя. Собачера моя. Сядь. А ну, сядь. Непослушная. Все, у нее вечерние гульки начинаются. Вечерние. И все. Ага, сейчас и папу атакуют и все. Ну что? Больно. Что унюхала? Что-то пахнет. Еда. Еда пахнет. Что такое? Дися. Ааа. Больно. Все. Ты жопа. Ты жопа. Ааа. Ну вот так. Вот как ее? Как ее? Все. Все. Ноль, ноль. Ааа. Колесико. Где бублик? Где колесико? Неси. Где колесико? Ищи. Неси, неси колесико скорее. Ааа. Колесико. Вот знает, что именно колесико это. Да. Колесико или бублик мы называем. И все. Люди любят. Ооо. Ты что-то мне руку оторвешь? О боже. Это ж она сама в тебе липает так. Отдай. Ой. Нифига себе. Ты что? У меня плечевые суставы вывихнется. А сильная она. Ой. Да капец. Смотришь, дядь. Настоящая зверюка. Как у нее шея не эта самая. Она же так может тебе шею сломать нафиг. О боже. Звериная. Отпусти. Она сейчас тебе даст опять. Неси. На. На. На руку дарю. А что я возьму? Подожди. Пальцы мне сломаешь. Кушать. Кушать кашу, Альма. Кушать кашу. Ой, злюканька. Ой, злюканька. Ой, злюканька. Да ладно. Альма. Ты что? Как мотор. Машина. Устала отдохнуть, да? О, о, о. О, о. Это колесико уже разгрызанное, погрызанное в дребезги. Зубя какие-то, посмотри Ага, конкретные Белые, белые Зубы белые, белые Да, устала, устала Все Устанет она, да Как раз про нее Теперь погрызть надо вот так вот Да А что в руки не дает? Мне сразу в руки несет Да устала, наверное Опять ласа тебе нос поцарапала, вон красный Опять исцарапала, да? Так нападает же на кошку постоянно Отдай Отдай Да подожди, отдай 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 О, о, о Что-то щелкаешь зубищами Щелкунчик Она так целый день могла бы играть Да, если взял другое колесико, она будет драть до тех пор, пока ее вообще не выпустишь Не останавливает Все, не хочу А не хочу Нет, все, все, не надо, не надо мне Нет, нет Не хочу Сама играю Сама с собой Все, ребятки, картошка готова Я уже успела в магазин сходить, кстати, на канале цены нет Вышли, вышел обзор покупочек Вот это бы я ходила Ой, подожди, сейчас ложку зацеплю И вам покажу Вот такая Вот именно такой вот я хотела, чтобы была Вот эта вот подливочка Юшечка, не знаю Вот так вот картофан выглядит Сверху бы еще укропчиком Но у меня свежего нет, только замороженный есть Ну, без зелени будет Открыла зато свои домашние ребята огурчики Хрустящие Сейчас я вам похрумаю Слушайте Слушайте Вкуснятина Домашние огурчики Они именно маринованные такие Классные Все, Леночке накладываю ужин Пускай кушает с удовольствием Картошку и огурчики Та-дам! Мамочка, ребятки Ужин Время, я не знаю Сколько время У нас А, нормально Восемь часов вечера Восемь вечера мы ужинаем Наконец-то Сергей поест Да, у меня аппетит появился Это круто Ура, потому что Сегодня опять только позавтракал И все Я хоть жрать хочу Так я вечером даже не хотел Ел, заставлял А так, видишь Значит, все Все, будем жить Выздоровели Значит, ты на Новый год тоже будешь с нами кушать Конечно Так, ребята Картошка, которую я приготовила С мясом Лена уже тарелочку навернула Ей понравилось Огурчики свои домашние Помидорки свои домашние Сало засоленное Собственно, ручно Хлеб Аджика своя домашняя Вот так вот Собака своя домашняя Своя домашняя Засирушка Собачка засирушка Вот Посмотрим что-нибудь по телеку И пораньше поужинаем Пораньше и ляжем, наверное, сегодня Ну да Вот Всем спасибо, ребята Будьте здоровы Заходите к нам в гости С наступающими праздниками Да, ребята Пишите комментарии С наступающим Новым Годом Да Уже скоро Да, совсем скоро Смотри, как время пролетело Прямо я слышу, как оно тик-так Тик-так Ну я и не заметил, блин Этот месяц в коматоне Да А я в конце у меня Вот уже последние дни Включилась Блин Слушай, надо То, надо Это Беготня Сейчас все бегают Я сегодня в магазин ходила Кстати, еще раз напомню На канале цены нет Обзор продуктов Можете посмотреть Зашла в АТБ Люди гребут упаковками Это самое Воду сладкую Воду такую Сякую Соки Прямо большими упаковками Затаривается Чтобы потом неделю Вообще не выходить Из дому, да И кто-то сегодня В комментариях видел И писал Кто этот самый Ну, чё так на Новый Год Вот люди типа Понажираются Вот еда, еда А люди привыкли Да А как еще Отмечать праздник Работают, работают Работают Целый год Работают А Новый Год вроде как Наши расслабляются Да И в какой-то степени И праздник живота И то все А кто людям запрещает Хочется Делается Так он вроде как И не праздник Не совсем праздник Да Когда без пойла Это какое-то особенное Ну, я не знаю Каждому У меня особенное У меня тоже особенное С детства Ёлка, снег Вот жалко У нас снега нет Да, снега нет И не будет Я послела погоду Там плюсовая Плюс 6 Плюс 8 На Новый Год Да и без снега будем А мы привыкли уже Ну, да Привыкли Вон это самое Ко всему привыкает человек Ну, да И они там привыкли А мы здесь Привыкли Нам минус 2 холодно Вот Прикинь, поменяет нас местами Да А хотя Для нас это вивы У меня дядя Царство небесное Он всю жизнь прожил На севере Работал там Потом там Жить остался Короче, переехала И всю жизнь оставшуюся Он там прожил И он когда-то приезжал Сюда И говорил Блин, я не могу Мне не хватает Вот этого мороза Вот это вот Чтоб скрипел снег Ну, то есть Им плохо здесь Ему жарко Представь То есть За столько лет Он привык Там вот Адаптировался Да Говорит, а мы там ходим Вот ветер Там мороз То есть все Шапка-ушанка Душа может быть раскрыта На распашку И нормально Ну, привыкаешь как-то Вот И То есть Ему нравилось Это вот Морозец Потом баня Все вот это Все дела А мы Нам этого не понять Своя жизнь Да Она тоже классная Так что всех У нас зрители Со всей планеты Практически Да? Ну да Всех с наступающим Ребята Все На этом будем прощаться Заболтались Заговорились Пишите комментарии Ставьте лайки И подписывайтесь на канал Пока-пока Пока-пока, ребята